Здравствуйте! С тех пор, как человек начал осознавать себя существом мыслящим, он не переставал стремиться к пластическому самосовершенствованию. У каждой эпохи были свои танцы. И если для 15-летней Наташи Ростовой символом ее юных томлений был вальс, то наши современные Наташи раскрывают свои не менее тонкие и трепетные души в ритмах совсем других танцев. Редактор субтитров А.Семкин Своевольный и немножко сумасшедший 20-й век внес свои коррективы во все жанры искусства, не оставив без внимания и те, что, казалось бы, родились совсем недавно. Например, джаз. Началось с того, что в традиционно негритянскую музыку как-то очень незаметно проникли белые исполнители и, разумеется, внесли свои коррективы. А к середине века традиционный джаз распадается на бесчисленное множество направлений, давших жизнь практически всем жанрам современной поп-музыки. Словосочетание «рок энд ролл» уже давно встречалось в блюзе. Но название танца ввел диск-жокей из Кливленда Эллен Фрид, который использовал его в качестве заглавия для радиошоу. А через пять лет по американскому телевидению дебютировал Элвис Прейсли. И с этого момента рок-н-ролл перестал быть ответвлением джаза и сам стал классическим жанром, основой множества вокально-танцевальных форм. Сегодня рок-н-ролл – это и танец, и музыка, и спорт. А, впрочем, можно ли провести водораздел между спортом и искусством? Во всяком случае, он продолжает рождать звезды. Как это происходит? Что ж, у нас есть такая возможность. Давайте посмотрим. Диана Семенович, который поднялся в ней доски. Субтитры создавал DimaTorzok У вас так получилось? Кто вы по профессии? Я профессиональная артистка балета. В свое время закончила и получила образование в Ереванском хореографическом училище на классическом отделении. Преподавали мне мастера балета. В частности, преподаватель у меня ученица знаменитого профессора Ваганова Людмилы Викторовны Семанова. Ну и, конечно же, классическое образование очень помогает вообще в рок-н-ролле. То есть у вас это все поставлено на профессиональную основу, как я понимаю? Да, конечно, мы стараемся. Чтобы все было грамотно, красиво, эстетично очень. Сережа, какова же вообще история клуба, как он сложился и вообще? Как вы начали работать? Ну, история клуба вообще-то такая у нас удивительная, да, немножко, наверное, немножко нетрадиционная, скажем так, для появления клуба в таких уровнях. Да, да. Значит, сначала мы работали, то есть Ира пришла в рок-н-ролл как... В качестве хореографа. В качестве хореографа пришла. Вот. То есть я попытался дать все мои знания, скажем, на тот этап. Да, Сережа мне очень помогал вначале вообще. Да. Значит, после этого мы организовали свой клуб, который много названий всяких имел. Ну, после там, скажем так, мы Тарс, да, или как это можно назвать, мы снова вместе работаем, и я считаю, что прекрасно друг друга дополняем. То есть результат вот нашей, дети, которые танцуют сейчас, я считаю, что это достаточно хороший уровень даже, ну, для Украины, по крайней мере, точно. В этой жизни мы можем смириться со многим. Со временем нас перестают пугать пустые холодильники, неуверенность в будущем и собственная невостребованность. Лишь одно остается незыблемым – наши дети. Здесь мы не идем ни на какие компромиссы. Мы с чистой родительским эгоизмом хотим, чтобы они стали повторением самой лучшей, самой светлой, самой счастливой частички нашего «я». И неизбежно сталкиваемся с кучей проблем и разочарований. В самом деле, как уберечь, как спасти свое любимое чадо от жестокой действительности. Дорогие родители, я хочу рассказать вам о детях абсолютно здоровых, здоровых телом и душой. Комплексы? Откуда же они возьмутся, если дети с юных лет учатся свободно и раскованно двигаться, и не только не стесняются своего тела, но, напротив, гордятся им. О проблемах взаимоотношения полов – та самая серьезная и наболевшая проблема, о которой с тревогой думают все без исключения – мама и папа. Здесь ее просто нет. И мальчики, и девочки заняты общим делом. Они стремятся к совершенству – в спорте и в искусстве. И когда 9-летняя Катя, очень переживая, ждала из-за рубежной поездки своего партнера, Жени, никто и не думал иронизировать. Наоборот, это было очень-очень трогательно. А это Маша и Илья. Это новая пара. Совсем недавно в марте был их дебют. Занятия в клубе Маша и ее сестра Настя совмещают с очень серьезной учебой – лицейную искусственную. И, как ни странно, все успевают. Так уж устроен маленький, вступающий в жизнь человек. Как губка впитывает из окружающего мира самую разнообразную информацию. И, вероятно, задача взрослых – просто направить его в нужное русло. У детей постарше, так называемых юниоров, уже другие проблемы. Саша Шеломков и Вита Порожняк – одна из сильнейших на Украине пар. Призеры самых престижных турниров. Как говорится, лучшие из лучших. Их задача – отстаивать честь нашего города и нашей страны на соревнованиях международного значения. Жизнь – борьба. И во многом лотерея. И трудно даже невероятно поверить в то, что именно этим детям не достанется счастливый билет. И их мечта представлять Украину на чемпионате мира во Франции не превратится в реальность. Таковы успехи клуба «Юмена». И это всего за один год его существования. А начиналось все очень скромно. Была всего одна пара – Ваня Катрунов и Катя Воронцова. Два года до этого они, влюбленные в танец, пытались найти свой клуб и своего тренера. Безуспешно. Маленькие, неловкие. Казалось, нет никаких перспектив. Последняя отчаянная попытка – они приходят к Ирине Лефтеровой. И всего через год становятся финалистами чемпионата Украины. Не говоря уж о спортсменах экстра-класса. Или, если придерживаться профессиональной терминологии, спортсменах класса А, которых тоже тренирует Ирина. Конечно, далеко не все эти дети будут профессиональными танцорами. Да, собственно, это, наверное, и не нужно. Гораздо важнее атмосфера дружбы и любви, которая царит в клубе. И которая создает особую ауру, защищающую детей от несовершенства окружающей жизни. Скорее всего, они это осознают впоследствии. А также осознают, что у них было то, на что, собственно, имеет право каждый ребенок. Радостное, гармоничное, счастливое детство. На сегодня все. С вами была программа «Классика». На сей раз в несколько необычном жанре. Но ведь классическое – это не только то, что уходит от нас вглубь веков. Рядом с нами, в нашем времени и пространстве, тоже может жить настоящее искусство. Главное только – уметь его замечать. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова